Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей на Катунь-24. С вами, как всегда, Егор Матаев. Оставайтесь с нами и вы узнаете. В Алтайском крае продолжается устранение последствий урагана. В городах и районах подсчитывают ущерб. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании правительства края, которое провел губернатор Виктор Томенко. 1 января 2024 года увеличится размер материнского капитала. С учетом индексации за первого ребенка можно будет получить 631 тысячу рублей, за второго почти 834 тысячи. Есть чем гордиться. Алтайский край представил свои достижения во время Дня региона на международной выставке-форуме «Россия в Москве». Наш стенд один из 89, который представлен там. Подробнее о нем расскажет наш корреспондент Софья Житина. Наш стенд, стенд Алтайского края, начинается с гигантской буквы «А». Буква «А» – первая буква в алфавите. Узнаем, в чем же первый Алтайский край. Вот эта железная дорога с этим поездом здесь неспроста, потому что каждый пятый грузовой железнодорожный вагон производится у нас на Алтае. Мы также лидеры по производству паровых котлов, поэтому вот здесь в экспозиции такая дымящаяся труба. Каждый седьмой паровой котел производится тоже в Алтайском крае. А это фотосепараторы. Вот Денис нам расскажет, как он работает. Денис, давай, показывай. Основная задача этого фотосепаратора – это сортировка сыпучих материалов по цвету. Сегодня мы на выставке сортируем гречневую крупу. У нее есть очевидные засорители. Сейчас мы это все смешаем и отсортируем на этой машине. При вас мы начинаем смешивать продукты, перемешивать. И сейчас мы это прогоним через машину и посмотрим на результат. Так, это на высоте работа. И все. И даже в него с третьим занимались женщины, потому что мужчины должны были отвечать за браком и за другие важные части. Засыпали неотсортированный продукт и начинаем сортировку на приборе. Гречневая крупа начинает ссыпаться. Ее фиксирует камера, выбирает лишние засорители с помощью отстрела воздуха. Так и происходит разделение. Сортировка у нас закончилась и посмотрим на результат, который у нас получился. И уже чистая крупа. Хотя буквально минуту назад мы все это смешали и у нас получился такой результат. Это у нас изделие Колыманского камнерезного завода. Поражает воображение, ведь они изготовлены из цельного камня. Ну, невероятно красиво, конечно. Что это за загадочный водопад в экспозиции? Ну, это совсем, конечно, не водопад. Это Барнаульский грибной канал. Первый раз международное соревнование на Барнаульском грибном канале провели сразу после ковида. И в этом году они состоялись тоже. Так же, как дополнение к экспозиции, вот такая лодка, где могут прокатиться дети в очках дополненной реальности. Ну, то есть они полноценно ощущают себя настоящими спортсменами. Наш регион, конечно, очень заманчив для туристов. Только в прошлом году его посетили 2 миллиона 200 тысяч человек. И останавливаться, конечно, на этом не собираются. В некоторых районах нашего региона туризм процветает, а в некоторых он еще только начинает зарождаться. Ну, вот, к примеру, в Черыжском районе. И вот этот рюкзак в этой экспозиции неспроста посвятили его всем туристам нашего региона. Давайте примерим. Так, видите, видите. Неподъемный, тяжеловатый. Набираем гречки, набираем овса. Загадывайте желание. Дуйте сюда. Закрываем. Мешочек плотненько закрываем. Храним мешочек в надежном месте и верим, чтобы сбылось желание. Это у нас такой чудо-аппарат, который превращает из гречки гречку в муку гречневую. Вот чем гордится наш регион. И останавливаться, конечно, мы на этом не собираемся. Софья Житина, Алексей Михайлов. Новости. Накануне прошла прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. На нее поступило 7 тысяч звонков от жителей региона и 1468 письменных обращений. Одним из первых на прямую линию дозвонился житель Шипуновского района. Здравствуйте. Есть такая проблема, что Шипуновский район всего тугозвонного. Есть активисты, которые на СВО в частных домах сидят путем и все остальное. Нас не пускает глава сельского совета Куренкова. Нам нужно теплое помещение. Вот наша проблема. Шипуновский район всего тугозвонного. Сразу после обращения администрация губернатора и правительства Алтайского края выяснила причину проблемы. Как сообщает глава Шипуновского района Татьяна Николаевна Дорохова, в начале лета руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Сергеевич Сухотерин безвозмездно предоставил помещение, где сегодня ежедневно собираются женщины. Они шьют масхалаты, плетут сети, изготавливают окопные свечи, вяжут носки, затем передают все это в фонд «Весточка» из дома. Это помещение отапливается электрообогревателями, но с приходом холодов возникла необходимость установить дополнительные. Активисты обратились к главе сельсовета Куренковой Любовь Егоровни с просьбой помочь в приобретении дополнительного конвектора для обогрева помещения. На сегодняшний день вопрос уже решен, и о переезде в другое здание речь не идет. Звонившего на горячую линию, чтобы оказать, возможно, адресную помощь, мы пока не нашли. Вчера и сегодня мы совместно с депутатами районного совета промониторили обстановку с размещением на территории всего района в целях исключения возникновения подобных вопросов. Во время прямой линии губернатора состоялся телемост с фондом «Защитники Отечества». Наши земляки, участники СВО, проходящие реабилитацию после ранений, задали главе региона вопрос о продолжении мер поддержки в 2024 году. Виктор Томенко заверил их в том, что эта работа продолжится. Более того, краевые власти постоянно работают над увеличением числа мер поддержки. Сегодня их около 40. С начала специальной военной операции из краевого бюджета было направлено почти 3 миллиарда рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. К семьям обеспечения бесплатным горячим питанием детей участников СВО в школах, освобождение уплаты за детский сад, оказание психологической и юридической помощи. И непосредственно поддержка наших военнослужащих, и их детей, и членов их семей, и выплаты семьям в случае трагедии какой-то, и выплаты раненым нашим бойцам. Это все у нас есть. Поддержка детей, которые ходят в детский сад, которые ходят в школу, и бесплатное горячее питание, и освобождение от этих выплат, и так далее. Все это будет сохранено и продлено. В Алтайском крае продолжается устранение последствий урагана. В городах и районах почитывают ущерб. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании правительства края, которое провел губернатор Виктор Томенко на минувшей рабочей неделе. Сложные погодные условия коснулись практически всех населенных пунктов края. В 577 из них, где живут более 380 тысяч человек, были отключения электроэнергии. Повреждены кровли более чем на 400 зданиях. Около 300 деревьев было повалено в жилом секторе, и еще больше на дорогах. Мы должны делать выводы из этого, что ситуация могла развиваться в любой рабочий день, она могла развиваться в другое время суток и так далее. Поэтому и предварительное оповещение, и предварительная подготовка, но то, что можно и нужно сделать непосредственно перед наступлением таких обстоятельств, надо нам вновь и вновь возвращаться. Все наши тренировки, которые мы проводим с вами в течение года по нескольку раз, они в итоге дают свой результат. Сейчас в муниципалитетах оценивают ущерб, чтобы в дальнейшем на уровне края могли быть приняты решения о дополнительных мерах поддержки. Во время урагана в крае работали около 550 человек и 179 единиц техники. Они помогали жителям справиться с последствиями чрезвычайной ситуации. Больше 130 бригад занимались восстановлением электроснабжения. Виктор Томенко поблагодарил сотрудников аварийно-спасательных служб и энергетиков за оперативную и результативную работу. И продолжаем выпуск. С 1 января 2024 года увеличится размер материнского капитала. С учетом индексации за первого ребенка можно будет получить 631 тысячу рублей, за второго – почти 834. Индексация коснется и социальных пособий, например, по временной нетрудоспособности и материнству для работающих граждан. Отмечу, с начала 2023 года пенсионный фонд и фонд социального страхования объединены в социальный фонд России. Структура работает так, что многие выплаты можно получать автоматически. Специалисты называют такой формат работы проактивный. Работающим – это проактив, неработающим – заявительный характер. Разница здесь уже в сумме. То есть пособие для работающей мамочки напрямую зависит от заработной платы. Это 40% заработка, а пособие неработающей мамочки – это фиксированная сумма. Если все-таки речь идет о семье военнослужащего, то помимо ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, мы предоставляем, конечно, пособие на ребенка военнослужащего. И здесь уже нет никаких препятствий и никаких условностей. Помимо федеральных мер поддержки, существуют и краевые. Так, многодетные семьи получают региональный материнский капитал в размере 80 тысяч рублей. С 2024 года появится новая возможность использования этой меры поддержки. В средства материнского регионального капитала можно будет направить еще и на подключение жилого помещения к централизованным сетям электротепло- и водоснабжения и водоотведения. Для многих семей, кто взял, например, ипотеку, приобрел дом и нуждается в таких видах работы, они тоже достаточно дорогостоящие, могут, соответственно, использовать эти деньги на эти цели. Министр социальной защиты добавила, в этом году 53 тысячи учащихся из многодетных семей получили выплаты к началу учебного года. Первоклассники 7,5 тысяч рублей, дети со 2 по 11 классы по 5 тысяч. Всего в крае выплатили пособие на 281 миллион рублей. Новый детский сад на 330 мест открылся в индустриальном районе Барнаула. Это одна из самых быстро застраиваемых территорий в крае. В садике номер 282 созданы все условия для развития детей и подготовки к школе. Оборудованы музыкальные и спортивные залы, мультстудия, изо-студия, кабинет логопеда. На церемонии открытия побывал губернатор Виктор Томенко. Только открылся, а уже полностью укомплектован. В индустриальном районе Барнаула построили новый детский сад на 330 мест. В него ходят малыши со всего города. В садике 14 групп, рассчитанных на ребят от полутора до семи лет. Родители ждали с нетерпением открытия данного детского сада. Поэтому, когда мы начали обзванивать и приглашать на получение направления в детский сад, было столько возгласов восторженных, что мы так ждали, наконец-то вы открылись. Когда приходят в детский сад, родители и дети, конечно, только положительные отзывы мы получаем. На строительство детского сада выделили 283 миллиона рублей из бюджета всех уровней. Здание возвели и оснастили всем необходимым за год. Садик находится в одной из самых быстро застраиваемых территорий региона, подчеркнул губернатор Виктор Томенко на торжественной церемонии открытия. В крае у нас продолжают выводиться новые объекты, продолжают реализовываться огромное количество очень важных программ, которые мы исполняем, достигая тех национальных целей, которые сформулировал для всей нашей страны наш президент Владимир Владимирович Путин. И этот садик у нас появился в рамках реализации национального проекта «Демография». В садике созданы все условия для полноценного развития детей, присмотра и ухода за воспитанниками. Есть музыкальные и спортивные залы, мультстудия, изо-студия, кабинет логопеда для коррекционной работы. В садике дети могут заниматься рукоделием и робототехникой, научиться играть в шахматы. Какой твой новый детский садик? Он классный. Нравится тут рисовать. А тут можно карандашами, информациями. Мне пришло новый детский садик. Он очень красивый и много игрушек. Мне понравились все игрушки. Наш регион – один из лидеров в стране по вводу и реконструкции дошкольных организаций. Новый детский садик уже 25-й по счету из тех, что построены в Алтайском крае благодаря нацпроекту «Демография». Как отмечают в Миноборнауке региона, дошкольным образованием полностью обеспечены дети от 3 до 7 лет. Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. В рабочем поселке Тольменко продолжаются практические наблюдения за инновационной системой водоочистки на новом водозаборе. Как при помощи электрических импульсов получают чистую питьевую воду? Смотрите в нашем сюжете. Станцию водоочистки стоимостью 270 миллионов рублей для жителей эроцентра Тольменко ввели в эксплуатацию ровно год назад. Строительство продолжалось около трех лет в рамках национального проекта «Экология» и федеральной программы «Чистая вода». Мы с вами находимся на водозаборных сооружениях рабочего поселка Тольменко. Это очень важный объект для Тольменко. На сегодняшний день он снабжает весь поселок чистой питьевой водой. Подрядчиками у нас выступали генеральный подрядчик на Газпром-газоаспределение Барнаул. И субподрядчики, непосредственно исполнители оборудования, проектных работ и монтажа – это Томский политехнический институт. Водозабор, оборудованный тремя артезианскими скважинами, было решено построить на естественной возвышенности, чтобы вода к жителям поселка поступала самотеком из двух резервуаров объемом под тысячи кубометров каждый. Станция водоподготовки оборудована достаточно сложной инновационной системой водоочистки, разработанной в Томском политехническом институте, представители которого по договору обслуживают свои установки, а заодно и собирают данные о практической эффективности изобретения. И когда мы эту воду извлекаем на поверхность, она имеет в себе повышенное содержание некоторых веществ, в данном случае конкретно это железо, марганца, немножко аммиачка здесь есть. Очистка заключается в том, чтобы растворенные в воде примеси перевести в нерастворимое состояние, а большинство нерастворимых веществ как раз это оксиды. При горении электрического разряда формируются гораздо более сильные окислители, которые, соответственно, позволяют нам ускорить процесс окисления воды, окисления примесей, находящихся в воде. После процесса окисления вредных примесей, многократно ускоренного электроразрядом, остается только отделить чистую воду от окисленных осадков. В результате тольменцы пьют воду без марганца, аммиака, железа и прочих неполезных примесей. Результаты наблюдения за инновационной установкой показывают, что подобные технологии вполне применимы и на других территориях региона, где есть вопросы по качеству водопроводной воды. Константин Ганов, Антон Еноткин, новости. Далее в итоговом выпуске. На следующей неделе в Барнауле откроют движение по путепроводу на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Работы по муниципальному контракту планируют завершить в срок. Военную полевую хирургию изучают будущие врачи в Алтайском государственном медуниверситете. Дисциплину давно убрали из программы, но в этом году решили вернуть. 21 ноября – Всемирный день телевидения. Мы узнали, как жители краевой столицы представляют работу ведущего в студии и кто ему помогает. Школа в селе Быково Шипуновского района требует капитального ремонта. Решение проблемы власти уже нашли, однако некоторые школьники вынуждены учиться в приспособленном помещении. Таков выбор родителей, хотя им предложили удобную альтернативу. В ситуации разбирались мои коллеги. Здание средней школы в селе Быково Шипуновского района капитально не ремонтировали много десятилетий. В какой-то момент поврежденная кровля привела к серьезным протечкам, что сделало здание непригодным к эксплуатации. Временное решение было найдено. Местный сельхозтоваропроизводитель предоставил школе помещение в приспособленном двухэтажном здании. Договор безвозмездной аренды с предприятием заключен администрацией на 11 месяцев. Что будет дальше, не знает никто. Но у местных властей есть альтернативные варианты. Часть детей переведена родителями по их желанию в российскую школу, где качество образования и условия более комфортные, так скажем. И прежде всего, конечно же, мы руководствовались и организацией подвоза детей, прежде всего переживали за безопасность и, конечно же, качество образования и развития, в том числе и детей, вот именно творческое, так скажем, тоже. Шипуновская школа номер два Российского сельского совета – это более новое здание с современным ремонтом. Она находится всего в трех километрах от Быково. Можно дойти и пешком, но для комфорта детей работают школьные автобусы. Все, кто перевел детей сюда, уже оценили качественные отличия. Недельку дети отзанимались у нас в кабинетах, потому что подвозили их, и они занимались у нас вместе с нашими классами, с нашими ребятами в наших классах. Ну а потом через неделю было принято решение перевести их на вторую смену. Недельку отзанимавшись здесь, родители, многие родители приняли такое решение и написали заявление о том, чтобы детки обучались в нашей школе всегда. И с 1 сентября детки обучаются у нас, никто назад не перевелся. Родители довольны качеством образования в школе Российского сельсовета. Большинство оценили ее преимущества. И, несмотря на расстояние, не намерены возвращаться в родную Быковскую школу. У меня дети учатся, двое было, свои детей, шесть приемных, и все учатся в Шипановской СОЖ номер два. Я считаю, школа в хорошем состоянии. После ремонта она вообще хорошо очень выглядит, классы хорошо, уютно, тепло, чисто. Но мне все нравится, меня все устраивает, детям моим тоже нравится. Сейчас в школе села Быково учатся около 50 учеников. Еще год назад было вдвое больше. Кто-то окончил обучение, других родители перевели в школу райцентра. Как разрешится, ситуация покажет в ближайшее время. Однако власти знают точно. Детям в районе создадут необходимые условия для получения среднего образования. Скандал недели. Пищевым отравлением обернулся для барнаульцев поход в одну из кофеен на проспекте Ленина в Краевой столице. Пострадали 10 человек, а не получили острое пищевое отравление. Людей госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровью потребителей. В настоящее время следователями допрашиваются пострадавшие и сотрудники заведения. Изымается необходимая документация, регламентирующая деятельность кофейни. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По решению контролирующих органов, деятельность заведения общественного питания в настоящее время приостановлена. Уже на следующей неделе откроют путепровод в районе нового рынка в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост». Полностью завершить работу и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года. Сейчас на путепроводе завершаются работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна. Устройство у рельса шпальной решетки, опор контактной сети, освещение. Устанавливаются перильные и барьерные ограждения, асфальтируются тротуары. На следующей неделе подключат контактную сеть, проведут обкатку нового трамвайного пути, нанесут дорожную разметку. В следующем году продолжится благоустройство подмостового пространства. Планируют укрепление откосов насыпи, покраску железобетонных и металлических конструкций, завершение обустройства трамвайных путей. Возведение трехуровневой транспортной развязки продолжается в Бурнауле на пересечении Змейногорского и Южного трактов. Строительство идет согласно графику. Работы завершены уже на 40%. Что уже сделано на месте будущей развязки, узнаем в нашем сюжете. По подземному тоннелю протяженностью 525 метров уже через год можно будет выехать по Змейногорскому тракту в сторону Рубцовска. Продолжается возведение трехуровневой транспортной развязки в Бурнауле. Работы на пересечении Змейногорского и Южного трактов начались еще весной. По мере строительства возникали трудности, но специалисты совсем справились. Здесь вот мы столкнулись с очень плотными грунтами. Мы поменяли несколько видов шпунта погружателей, не могли его погрузить. Потом нашли решение, заказчик нам пошел на встречу, мы выполнили эту работу. Тоннель вырыт частично. В какой-то момент строители выйдут на участок, который затрагивает пока что открытый для движения Змейногорский тракт. Работы планируют начать следующей весной. Придется изменить схему проезда. Сейчас смонтируют максимальное количество металла, в зависимости от погодных условий. В дальнейшем и устроят путепроводы, по которым будет организовано кольцо. И только весной, когда мы кольцо это сделаем, движение сбросим, мы начнем другими работами заниматься. Ну, это все будет предупреждены, конечно, водители, наши граждане. Я не вижу никаких пока рисков для того, чтобы наши граждане стояли в пробках. Строительство развязки идет согласно графику. Работы завершены уже на 40%. Общая стоимость объекта составит почти 3 миллиарда рублей за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Развязку введут в эксплуатацию до конца 2024 года. Елена Самарина, Анастасия Меньшакова, Антон Еноткин. Новости. Юных героев готовят в Алтайском крае. Так работает молодежная военно-патриотическая секция «Солдаты России». Дарья Эндерс познакомилась с ее участниками и организаторами. Молодежная военно-патриотическая секция «Солдаты России» работает в Рубцовске с 2020 года. Ее основатель – ветеран уголовно-исполнительной системы, майор внутренней службы в отставке Владимир Мурашов. Он – офицер в третьем поколении. Сейчас преподает ОБЖ в Рубцовском аграрно-промышленном техникуме. Возрождение патриотического воспитания для него – дело принципиальной важности. Много видеосюжетов стали появляться ранее о том, как одноклассники толпой, допустим, избивают своего же одноклассника, то есть либо унижают его. Далее – неуважительное отношение к пенсионному возрасту, к пенсионерам. Также употребление того же пива, употребление либо сбыт этих наркотических веществ. Как правило, это занимается в основном молодежь, которая немножко, видать, недопонимает. И решил создать эту секцию. Сейчас здесь занимается около 20 человек. Все – студенты Рубцовского аграрно-промышленного техникума. Как правило, это студенты младших курсов. Они обучаются основам рукопашного боя, изучают материальную часть оружия, знакомятся с военной топографией, строевой, медицинской и инженерно-технической подготовкой. Но и на этом занятия не заканчиваются. К нам на секции приходят сотрудники спецназа «ВСИН» по Алтайскому краю, проводят лекции. Недавно проводили лекцию о вреде наркотиков и их последствиях. Планируем по средам ходить к ним на самооборону. Большую часть времени студенты уделяют в том числе и волонтерской деятельности. Оказывают помощь ветеранам войны и труженикам тыла, ветеранам и пенсионерам исправительных учреждений, а также организовывают мероприятия и участвуют в конкурсах. Они не только вносят флаг, принимают участие в различных соревнованиях, но на них ориентируется большая часть студентов техникума. То есть, когда видят образованного умного человека в форме из своих же коллег-студентов, то студенты, мне кажется, больше воспринимают ту же гражданскую ответственность, ту же патриотическое воспитание. Записаться в секцию может любой желающий. Руководитель не будет учитывать наличие плохих привычек или низкой успеваемости. Главное – желание. Дарья Эндерс, новости. И продолжаем выпуск. Военно-полевую хирургию изучают будущие врачи в Алтайском государственном медуниверситете. Дисциплину давно убрали из программы, но в этом году решили вернуть. Студенты шестого курса учатся оказывать помощь пострадавшим в экстренных ситуациях. Тему продолжит Анастасия Меншакова. В мирное время у врача есть запас времени на оказание помощи пациенту с открытым переломом. На поле боя в военном госпитале счет идет на секунды. Работать в экстренных ситуациях учат студентов шестого курса Алтайского медуниверситета. В этом году в программу обучения вернули дисциплину военно-полевая хирургия. Если в военное время, то мы используем именно те технологии, которые в кратчайшие сроки позволят оказать помощь и довести пациента до операционного стола, где ему окажут окончательную помощь. Сегодня мы говорим о том, что время имеет большое значение при массовом поступлении ранних пострадавших. То есть военная медицина, она имеет определенные законы, которые в мирное время практически мы в меньшей степени используем. Университет закупил для обучения специальный манекен, брели, аппарат внешней фиксации. На этом оборудовании будущие врачи учатся диагностировать открытые и огнестрельные переломы, оказывать медицинскую помощь, знакомиться со стеосинтезом, методом сращивания кости. Мы используем аппарат внешней фиксации. Для этого мы вводим спицы, стержни и зажимные устройства, чтобы перевести пациента в госпиталь для дальнейшего лечения. Студентов университета по окончании обучения ждет работа в городских, центральных районных больницах и других медучреждениях. Они считают, новая дисциплина может пригодиться не только для работы в военных госпиталях. Она действительно нужна не только в военное время, но и в мирное. Потому что ты не знаешь, когда с тобой приключится такая ситуация, то есть тот же перелом, открытый-закрытый. И ты должен хотя бы примерно понимать, как это выглядит, что происходит сейчас с человеком и оказать ему первую помощь. Университет также открыл программу переподготовки для врачей-хирургов. Желающие могут получить новую специализацию. За 36 часов изучить организацию и тактику медицинской службы в военное время. Анастасия Меншакова, Антон Еноткин. Новости. Географический диктант прошел в Денисовой пещере. Впервые в истории Алтайского края его провели на территории природного объекта. Поучаствовали 20 человек. Всего диктант в регионе написали более 3,5 тысяч человек. Домой идут. Долго же ходил по Алтайскому краю Денисовец. Наверное, странствовал. Но географический диктант пропустить не смог. В его же пещере, в Денисовой, ждали гости. 20 человек стали участниками диктанта. Это жители Барнаула, Бийска, села Сроски, села Солонешное. Я вошла в число тех 20 счастливчиков, кто пишет географический диктант в Денисовой пещере. Географию я люблю, но, честно сказать, вопросы сложноваты. Только на несколько я точно знаю 100% ответ. Но зато здесь можно проверить свои знания, потому что списать просто невозможно, а интернет в Денисовой пещере не ловит. Озвучивал вопросы сам Денисовец. Те, кто уже однажды писал диктант, поделились. Раньше было даже сложнее. Среди новичков географического Алина Колотилина. Ей 16 лет. Вместе с мамой она приехала проверить свои знания в Солонешинский район из Барнаула. Алина выиграла викторину, которую провел фонд Денисова пещера. В диктанте были настолько разные вопросы, что, наверное, они захватывали не только географию. Ну, еще что захватывали? Ну, литературу где-то. В Денисовой пещере сегодня я была впервые, и мне очень все понравилось. Я хотела бы прочитать много каких-то интересных фактов о ней и углубиться побольше в информацию. Не приезжали мы сюда. Очень интересно побывать в таком месте, где вообще жил какой-то наш предок много-много лет назад. Миллионов, наверное, даже горы. И вообще свежий воздух, чистый, красиво все. Денисова пещера – первый природный объект в Алтайском крае, на территории которого провели географический диктант. Идею поддержали в русском географическом обществе. Кстати, туда представители фонда отправляли свои предложения внести в диктант вопрос о нашем алтайском достоянии. Я думаю, если в этом году нет, то в следующем обязательно вопрос о Денисовой пещере. Наверное, он будет так и звучать. Где, в какой пещере впервые проведен географический диктант. Я надеюсь, что все смогут ответить, что это Денисова пещера. Денисова пещера становится с каждым днем все популярнее. Шаг за шагом в фонде идут к созданию огромного туристического кластера. Новая лестница уже появилась. Ее строительство осуществили за счет средств гранта губернатора Алтайского края. И это было только первым этапом. В этом году мы выполнили только первую часть. Мы сделали лестницу от дороги до входа в пещеру. Сейчас мы готовим второй этап. Будут съемные лестницы для работы ученых в Восточную и Западную галерею. С тем, чтобы они когда поработали, их убирали. И туристы будут доходить до галереи только. Дальше мы обустроим центральный раскоп, чтобы было видно все слои человечества. Затем мы сделаем стационарное освещение здесь. Стационарное видеонаблюдение. И сделаем информационный щит. Потому что здесь сейчас нет ничего с тем, чтобы люди даже без экскурсии приходили и читали, что это такое. Второй этап в планах закончить до начала лета следующего года. Ну а третий этап – создание долгожданного для археологов и туристов палеопарка музея под открытым небом. Алина Пенигина, Дмитрий Козерлыга. Новости. Кто-то считает, что во время прямого эфира новостей ведущий знает текст наизусть. Другие уверены, что у него есть подсказки. В день телевидения 21 ноября мы узнали, как жители краевой столицы представляют работу ведущего в студию и кто ему помогает. Думаю, все мощная группа, наверное. Есть какой-нибудь человек, который пишет, наверное, ему что ему говорить. Он же не с головы это берет наверняка. Ну, я думаю, есть дублер, есть сценарий и какой-нибудь ассистент. Ну, у него однозначно текст есть. Ну, возможно, подсказки какие-нибудь за кадром. Ну, я думаю, что, наверное, скорее всего, какой-нибудь электронный носитель, где есть подсказки. Ну, и, естественно, что человек готовится к эфиру. Это очень интересный процесс. Конечно, это камера, это такая сложная система из нескольких камер, если я правильно понимаю, которые соединены в одну систему. И это большой труд и звукооператоров, и операторов, и, конечно же, диктора. Это сложный процесс, и он очень интересен. Это были главные новости уходящей рабочей недели. Спасибо, что провели ее с телеканалом Катунь-24. Я еще раз напомню всем телезрителям, что эти и другие новости, увиденные в выпуске, вы всегда найдете на нашем официальном сайте katun24.ru и в группах телеканалов в социальных сетях. Обязательно присылайте к нам в редакцию свои темы. О самых актуальных мы расскажем в прямом эфире выпусков новостей на нашем телеканале. Ну, а с вами был Егор Матаев. Я желаю вам отличных и продуктивных выходных. Увидимся с вами в эфире на Катунь-24. Субтитры создавал DimaTorzok